Сейчас я вас заинтригую. Смотрите, длина 5 метров, ширина 3 метра, высота 1,70 метра. Именно такими параметрами измеряется тихая природа. Именно под таким названием в Риге еще одним объектом искусства стало больше. И это только начало, говорят меценаты Инара и Борис Тетеревы. Подробнее в нашем сюжете. Открытие художественного объекта «Натюрморт» в Ботаническом саду собрало множество именитых гостей. Министра культуры, рижского мэра, ректора Латвийского университета. Также были замечены молодые талантливые художники и первоклашки из Агинсканской гимназии. Сегодня у нас радостное событие. Мы открываем первый объект «Натюрморт» в Рижском ботаническом саду, где очень много людей приходит, мне кажется, 100 тысяч в год. И все будут видеть это замечательное произведение искусства. Скульптура создана двумя молодыми художниками – Бригитой Золчей-Айспура и Сандисом Айспуром. Меня вдохновила 17 века «Натюрморт», где всегда присутствуют всякие овощи, фрукты, звери, и драгоценные материалы, как серебро, золото, чтобы показать, как хорошо живут голландцы, и как они свободны в своем. Они обрели свободу, и таким образом в этом объекте я хотела показать, что «Натюрморт» сам по себе живет. Главное, что было, что он заяц не мертвый, он воскрес, он золотой, очень радостный, и начинка шоколада у него, как в детстве, мне бабушка дарила на Пасху шоколадный заяц с золотом. Данная работа — первый художественный объект, созданный в рамках программы «Искусство в публичном пространстве» фонда Инары и Бориса Тетеревых. Цель программы — реализовывать в публичном пространстве установку художественных работ высокого уровня, что обогатит культурную среду Риги и будет способствовать ее популяризации и узнаваемости в Латвии и за границей. Год назад фонд Инары и Бориса Тетерева, который уже в Латвии очень знаком, как покровитель разных искусств, создал программу «Искусство в рижской городской среде». И мы провели несколько конкурсов, и наше мотто — это «Радость думать». То есть высокого качества современного искусства в городской среде, но что важно, что это работы, которые остаются. Ну, я надеюсь, 500 лет как минимум.